МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Великая размова про будовлю. Сегодня у Гомеля отбылась коллегия Минбуд архитектуры. До терминового голосования протягивается. В Оргийоне за три дни выбор сделали 200 тысяч человек. Дегустации и скидки. Объекты гандлю будут працевать на выборчих участках 18-го лютого. Долина казок. На выставе у галереи Вашченки представлены фигуры фантастичных и казочных персонажей. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко бачить будущие невеликих населенных пунктов и городков у створенней перепрацовучих предприемствов. На гэтым керавник Дзержавы акцентовал увагу сёння подчас рабочой поездки у Слуцк. Работники мясовых предприемствов потекавилися перспективами развития вёсок и тем, что ясчет треба зарабить, каб молодь не ехала за долгим рублем у город. На гэта президент отказал, что конкуренция на городском рынке працы стала вельми вялікая. И зарабить гроши не так просто. На думку керавника Дзержавы, самое цікавое и комфортное житё зараз у агрогородках и у невеликих городах. Прыгэтым президент отзначает, что з уликом примаемых Дзержавой намаганнёв, житё у сельской мясовости будет становиться усеу больше привабным и комфортным. У невеликих населенных пунктах, районных центрах будут створаться сучасные перепрацовучые предприемствы. Если будет добрая зарплата, жильё, гэта станет головным аргументом для людей при вращении пытанья заставаться им жить на месте и ехать в великий город. Банк развития поставит Гомельскую областную детячую клиничную больницу обсталяванне на 1 млн долларов. Про гэта поведом и устаршиня правления банка Сергей Румас по выниках докладу президенту. По водле его слову, Банком развития запущена программа «Здоровый малыш». Она продуглеживая пересношение всех перинатальных центров республики сучасным обсталяванием, как новонародженные могли отримать необходимую допомогу навод в невеликих районных центрах. Подяка президента Беларуси объявлена представникам Беларусского союза ветеранов войны в Афганистане. Сюроду знагородженных есть и наш земляк. Зазначены особистые уклады, деятельность союза, активную делу социальной обороны воинов-интернационалистов. Означены старшиня Чачерской районной организации Александр Пипко. Какими будут беларусские городы в ближайшем будущем и что для этого необходимо сделать? Сегодня это вопрос обмерковали у Гомеля на коллегии Минбуд архитектуры с делом Кировничества урада. О планах и достигнутах галины материал Олега Синцерова. Гомельский школозавод, подприемство, которое мы учим, означает стратегию развития будильничной галины по селякому выпадку той сферы, что относится городской инфраструктуры. Сегодня тут вырабляется несколько видов шкла, которые имеет широкий спектр выгрызстания. От оформления фасадов в будинку до створения системы шумоизоляции, уздовж транспортных магистралей, опрочатого миновито-гомельская продукция зараз рекомендована Галиновым министерством для выгрызстания в жилых домах. Это и энергосбережение и безопасность. В 2016 году мы 90% своего объема производства продали на экспорт. В 2017 году больше 80%. Почему чуть меньше? Да потому что Республика Беларусь к нашему удовлетворению, к нашему счастью берет вот особенно новую продукцию, берет все больше и больше. Это тоже имеет развитие уже в строительстве. И это именно то, ради чего проводилась модернизация. Это улучшение жизни нашего населения. От перспективы выгрызстания шкла у денег и коллегии переходит до обмеркования нового уведения, якея плануется унести у планы дальнейшего города Будовництва, причем размолы идей не только в запланованных квадратных метрах, а и в створении комфортного осередия для проживания. Прогулки вечерние и отдых, и спортивный отдых – это все в одном комплексе. И людям необходимости нет выезжать за пределы своей территории, своего жилого комплекса. Поэтому вот эта перспектива в дальнейшем, пока мы начали пилотное, но это уже входит в обязательность. И такие комплексы в дальнейшем, вообще все жилье будет проектироваться только со средой обитания. Мы должны думать о людях, которые живут здесь, и они должны иметь максимальный комфорт. Стоянки будут вынесены за пределы территории, проезды только для спецтранспорта. Что такое комфортное середия для проживания, в деньгам коллегии демонстрируется на прикладе 19-го микрорайона Гомеля. Детящие плясовки, спортивные тренажеры, в том числе для инвалидов, колясочников и домы, которые по своим внешнему выгляду уже могут быть упроходжением города. Причем каждый такой будинок оснащен системой вида назирания и вида домофонами. По Акуле, в этой доме экспериментальный проект. До речи, кошта квадратного метра у них складает около 920 рублей, что, на думку самих будильников, для Гомеля достаточно высокая цена. Але еле знижение максимума при массовом будовництве такого жилья. У вогуль интереса до проекта тем больше значна, что тут у першиню реализовано и еще одно новое увядение. На першем поверхе одного с домов находится у будованы дитяши сад. У такого рашения некаких плюсов. По перше, дети знаходятся побачь с домом, по другое, гэта экономия земли, что особливо актуально для вядеких городов. У Министерства архитектуры и будовництва раюць гэта проект для распосудживания, и уже есть пешие пропадовы. Есть сегодня заинтересованность, чтобы и договоренность с администрацией города Бобруйска, что мы будем заниматься строительством у них домов со встроенными детскими садиками. Есть интерес и в Минске. Ну и наверняка наши коллеги, домостроители, изучив опыт нашей работы, будут и в себя, во властных центрах, и в других регионах строить такие же дома. Размова о новых проектах протягивается непосредственно на посяжение коллегии Минбуд архитектуры. Гомельский опыт варты не только для выучения, а и распосудживания. Можем делать? Можем. Душа радуется. Коллективу тоже приятно. И всем гостям, видишь, удивили. Бадает самая значная перешкода на шляху укоронения новых проектов, некоторые нормативно-правовые документы, а, как означается, по час работы коллегии, в ближайший час у них будут унесены необходные коррективы. А в начале распространены Кодекс архитектуры и будовництвы, принятие которого позволит спросить, чи в уголе отменить целый широк потребований и взгоднений. Алексей Нтеров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 17 лютого с вороты грамадян будет примать наместник старшини Гомельского Аблова-Канкама Владимир Владимирович Горбачев. Номер телефона 33-12-37. У Гомельским Гарвы-Канкаме прямую линию проведе наместник старшини Сергей Яугенович Андреев. Звертаться треба по номеру 75-63-33. Прамые линии будут працевать с 9 до 12 годин. Сенья четвертый день детерминового голосования по выборах депутатов Мясовых Советов. За три попередние дни в Гомельской области в делу голосований приняли амаль 200 тысяч человек. Гэта 19 с половой процента унесенных у список выборщиков, поведомили у областной выборчай комиссии. Нагадаем, проголосовать детерминово можно по 17 лютого уключна с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. На усіх участках для голосований у основный день выбора у 18 лютого буде организованный святочный гандль. Такую информацию огучили уголовным управлении гандлю и послуг Гомельского Абл-Канкама. Як чекается, в неделю на выборчих участках у Гомельской области будуть працаваць больш як 930 аб'єктов гандлю и громадского харчавання. При гэтым у невеликих вёзках обслуговаць насельництва будуть аутокрамы. Гандль почнеться з 8 годин раніцей. Што тычыцца асортэменту, то йон будзе вызначацца заходячы з попыту мясцовага насельництва. Разом з тым усім організаціям гандлю и громадского харчавання рекомендованы звернуться до масленичной тематики, пропановавши покупникам традиційне для гэтага свята блины. Значна місце пачас святочных продаж будзе отведзена таксама дегустація продукцій предприємства в області. Дегустація, промо-акція нашими молочними комбінатами і нашими тремя мясокомбінатами. Т.е. кожен сможет отведаць, попробуць якісь новинки і, соответсвенно, сразу же їх приобрести. Якщо говорити о приобретенні продукції, нами рекомендовано всім суб'єктам, які будуть обслужувати выбранні избирательні участки, зробити определенний ценовий мораторій. На сьогоднішній день ограничення по торговій надбавці – це 5% і ограничення надбавки общественного питання – це до 30%. Все суб'єкти це підтримували. Традиційно дохаловної події у громадськополітичному житті країни долучаються і нотариуси. У регіоні практика, коли на выборчих участках працюють юридичні групи, існує дауно. Зразуміло, що оформляць нотариальні сделки ніхто не буде, однак пералік питань, по яких можна звернуцца до спеціалістів, широкі. Звичайно, людзі цікавець сімейне право, приватизація жилля, оформління документів. Могуть провести консультацию нотариуси і на кондпроцедуры голосування. В цьому году, конечно, ми тож постарались не змінити традиціям. І вже є заявки в городі, я точно знаю, нотариальну контору центрального району. І їх розпределили. У нас там роботи 9 нотариусів. І несколько із них розпределили по различним участкам. Є заявки на районах по роботи нотариусів в таких юридичних групах. І сегодня ще є время, і завтра є время. Наші нотариуси готовы. Що называется, вони даже спрашують, якщо вдруг таке приглашення прийдет, ми готові і прийдемо к вам. Підаткові органі нагадують, продоставити декларацію за минулий год треба не поздні, ніж перші саковіка. Оплатити податки до 15 мая. На пері від проведення кампании по декларованні інспекції працюють з 8 до 19 годин в будні дні і з 9 до 13 в субботу. Істотних змін у дочиненні дофізичних особ, яким необхідно подавати декларація, не відбулось. Форма справознашності розмішана на офіційному порталі Министерства по податках і зборах. Доходи, полученні за границей в виде заробітной плати і інших денежних рознаграждень. Також подлежат декларуванню доходи, полученні з-за границей від юридичного лиця від проведення операций на ринке Форекс. Подлежат декларуванню доходи, полученні в виде вийгрышей призов із-за границы, як пример, покер, а також денежні рознаграждень за публіковання відеороліків. Декларацію можна продоставіць як у папіровым, так і і у електронным виглядзе празофіційний інтернет-партал Міністерства. Так само гэта можна зробіць і з допомогай мобільного телефона. Патребна прайсці у любий податковий орган з пашпортом, отримаць логін і пароль, зарегістраваць уласний кабінет, які у будучыні можна використовуваць у темліку для оплаты податкав. Податковая інспекція заклікає не откладываць продоставлення декларацій на пошні дні. Парушэння термінаў може прывіцці до адміністраційных пакарання. Камітет Державного контролю провядзе гарачую лінію з жахарами регіона по пытаннях використання пустуючых жилых помяшкання у Державного жилёвага фонду, а так само наявності фактаў їх знішчэння. Яна адбудзіцца у понеделак з 11 до 12.30. Звернуцца до супрацовнікаў ведамства па хвалючых пытаннях можна па нумары телефона 23 83 88 код обласного центра 0232. Карцінная галірея Гаури Лавашанкі пратварылася у Даліну Казак. Выстава з такой назвай аб'яднала 11 експанатов. Кожны з їх мифалагічны в образ особной краіны. На стварэння колекція сэшоў не адзін месец і навад год працавалі над ёю Таціанай Уладзімір Найбіч. Творчэй сямейны тандэм даўно вядомы ў Беларусі. Майстры выкарыстовываюць одночасово некалькі технік. Самая складанная сконструюваць галаву персанажа. Унутры металічны каркас, пена, сіликон, дрэва або пластык. В очі зубы і кіптюры з пчалі на гавоску. Майта максимальна наблизіць до оригінала. І па знешнасті, і па памерах. Самый высокі експанат цыклоп у вишыню три метры. Яго сусец символ чемпіонату свету па хакеў 2014 года знакаміты зубр Волод практична не саступая па габарытах. Супругі Найбіч працавалі над ём сім месецаў. Толькі на костюм спатрэбілася 10 метрів тканіны. Вага зубра 350 кілограмів. Каб доставіць фігуры ў Гомель спатрэбілася фура. Для нашого культурного учреждення це унікальна выставка в тому плані, що больші размеры самих фігур, масштабні, крупні і яркі. Авторы привозіли самі, все це самі ставіли. Плюс, ще нужно участь, що бачо калічіство развікательной програмы це тож нужно було привозіць і тож нужно було расставляць. Вістава различена у першу чаргу на дятей. Для їх авторы створили особну зону з гульнявыми експонатами. Велізарные пазы з любимыми героями і гигантскі арэлю в выгляде бурага медведям. Масленична гуляння у Гомелю пройдуть цю неделю 18 лютого на восьмі пляцовках во усіх районах обласного центра. Організаторы кажуть, що сьо літа подріхтавалі нові конкурсы і шоу, які пройдуться по душі усім гостям свята. Так на пляцовці каля лядовага палацца можна будзе прадагуставаць блины пачас блинфеста. Паглядзеть в представлінні лялічного театра Батлейка, набыць сувініры на кермаші рамеснікаў. У советським районі каля палацца культуры фістывальны разгорнецца молочно-масленичны кермаш. Тут можна будзе паспробаваць свае сілы у конкурсе пакіданні і паяданні блинов. Выхаванцы установа дукацы района провядуць флешмоб танец з блинами. Адразу чатыры пляцовкі будзе працаваць у чыгуночным районі. У Кастюковцы ля медыцинскага універсітета па проспекці космонавтаў, каля центра інклюзівныя культуры і палаца культуры гомсільмаш. Жахаруна вабелецкага района запрашаюць на свята в зону отпачынку пруды. Цей святкавання 100 годзів Збройных сил Республіки Беларусь будзе частково обмежаваный рух транспорту па вулице Працовной, а таксама па вулице Кірова на участку от селянской до Працовной. Гэты, а таксама іншія новіны вы можыця знаўсці на нашым сайці ў інтернеті па адрасі www.tvergomil.by Далей у ефіры де-факта і спортивны агляд. А я з вами развіцваюся. Доброго вечора і до нових зустрічу ефіры. Ефір телеканала Беларусь 4 продолжає де-факта в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. Оперативники отдела по наркоконтролю і противодействію торговле людьми советського РОВД Гомеля ліквидировали мини-плантацию по выращиванню конопли. В собственной квартире її організавал нигде не работаючий гомельчанин. Незаконне занятие так увлекло мужчину, что он даже освоил альтернативный метод возделывания культуры без использования почвы. Чтобы спрятать мини-парник от посторонних глаз он соорудил его внутри обычного шкафа. В ходе осмотра помещения помимо специальной теплицы оперативники также обнаружили несколько пакетов с высушенной травой. Пятидесятилетний гомельчанин ранее в поле зрения сотрудников милиции не попадал. К уголовной ответственности за аналогичные преступления не привлекался. Вместе с тем у оперативников есть и основания полагать, что подозреваемый не только выращивал коноплю, но также занимался ее сбытом наркопотребителем. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обстоятельства дела будут изучены в рамках расследования уголовного дела. На территории Гомельской области за прошедшие сутки 41 раз водители нарушали правила проезда пешеходных переходов. На проспекте Октября областного центра в ДТП пострадала женщина-пешеход. Это случилось около 7 утра. 58-летняя гомельчанка угодила под колеса легкового автомобиля в то время, когда светофоры еще не работали. 65-летний водитель управляет автомобилем «Опель» по проспекту Октября со стороны улицы Богдана Хмельницкого направленной улицы Карвыша на пересечении с улицы Ижукова на пешеходном переходе совершил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода. Водитель остался на месте происшествия, вызвал скорую, затем сотрудников ГАИ, то есть принял все меры, которые нужно принять в этом случае. Женщина доставлена в реанимационное отделение учреждения здравоохранения, то есть травмы значительные. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на зимних дорогах. Неосмотрительного хулигана из Речицы выдала банковская карточка. Он случайно уронил улику на месте преступления, благодаря чему установлена личность молодого человека, разгромившего магазин. Эта злополучная история с 25-летним местным жителем произошла после ссоры с любимой девушкой. Заглушить негативные эмоции он попытался с помощью спиртного, но это не помогло. Тогда разгневанный молодой человек решил снять стресс другим способом. Кулаком разбил стекло торговой точки, находившейся под охранной сигнализацией, и покинул место преступления. Вскоре сюда прибыли сотрудники милиции, которые и обнаружили утерянную банковскую карточку с реквизитами владельца. Действия молодого человека подпадают под статью 3039 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство». Подозреваемый был очень быстро установлен, он полностью признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб, причиненный своими действиями. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой. Белорусская фристайлистка выиграла соревнования по лыжной акробатике на олимпийских играх в Пхенчхане. Еще одна представительница нашей страны Аладсупер стала четвертой. Вторую и третью позиции заняли спортсменки из Китая. Футбольный клуб Гомель на мажорной ноте завершил учебно-тренировочный сбор на Кипре. Зелено-Белое в очередном товарищеском поединке обыграли Рух из польского города Хожев. На шестой минуте гомельчане пропустили быструю атаку соперника и оказались в роли догоняющих. Правда, ненадолго. На 17-й минуте Лосина Дао счет сравнял. Почти час игрового времени соперники забить не могли. Однако на 83-й минуте Лосина Дао оформил дубль. Его ариц был точен с 11-ти метровой отметки. Окончательный счет в этой встрече на 83-й минуте установил Шрамченко. 3-1 победа Гомеля. Сегодня команда Вячеслава Геращенко отправилась домой. Уже на 22 февраля намечен очередной спарринг соперни Корша. Место проведения матча пока неизвестно. Хоккейный клуб Гомель в очередном поединке чемпионата Беларуси в экстралиге потерпел поражение. На выезде Рыси уступили Целегорскому шахтеру. Горняки отправили в ворота гостей четыре безответных шайбы. В понедельник 19 февраля Гомелю предстоит домашний поединок против столичной Юности. Перед визитом в областной центр команда Михаила Захарова заедет в Жлобин. Завтра Юность сыграет там с местным металлургом. Женская команда гонбольного клуба Гомель завтра проведет очередной поединок чемпионата Беларуси на паркете спорткомплекса «Локомотив». В борьбу хозяйкам попытается навязать Виктория Берестия. Матч начнется в 16.30. В турнирной таблице Гомель на второй позиции соперник на пятой. Для баскетболиста команды Гомель-СОЖ предстоящий игровой уикенд обещает стать непростым испытанием. В гости команде Сергея Кулешова приедет действующий чемпион страны столичной ЦМОКе. В нынешнем чемпионате соперники встречались дважды, оба раза сильнее были минчанки. СОЖ – команда с характером, способная преподнести лидеров, так что вояж в Гомель для ЦМОКов будет непростым. В субботу матч начнется в 16.00. В воскресенье в 12.00. Игры пройдут на паркете дворца игровых видов спорта. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok